Сегодня в Ленинградской области вспоминают жертв блокады и тех, кто защищал осажденный город. 8 сентября 41-го фашистские войска захватили Шлиссельбург и взяли под контроль исток Невы. Именно с этого дня началась блокада Ленинграда, которая продлилась почти 900 дней. Традиционно памятные мероприятия начинаются здесь, на Невском пятачке, в месте, которое считается символом героизма и мужества советских солдат. Школьники, ветераны, блокадники, которые приехали на митинг к рубежному камню со всех районов области, сначала склонили головы в минуту молчания, а затем, вслед за губернатором региона, возложили цветы к монументу. Леонид Никитич Моторин 75 лет назад встретил этот день 17-летним мальчишкой в Орониенбауме на оборонных работах, а в 42-м его, как и многих сверстников, уже призвали в армию. На второй день, как призвали, я попал сюда, на Невский пятачок, привозили мы боеприпасы на лодке такая, лодка у них громадная. Вот только мы приехали на берег, на этот, и немец пошел в атаку, в контратаку пошел. И вот два с половиной часа длился бой, и мы в этот период все боеприпасы переднему краю доставляли. Многие, кто сегодня приехал сюда, на Невский пятачок, начало блокады в 41-м, встретили даже не подростками, а малышами. Нашли меня, мне в апреле исполнялось 9 лет. В документах, которые у меня на руках, написано «мальчик-девочка» под вопросом 6-7 лет. 10 дней я жила одна. Что я делала, как я прожила, я не знаю. Вот уже 75 лет Ирина Борисовна в этот день вспоминает тех ребят из бытового отряда, которые случайно нашли ее весной 42-го, замерзшую в пустой квартире. Со многими позже она даже познакомилась. Никто из ее спасителей до сегодняшних дней не дожил. Действительно, чем дальше уходит в историю блокада, тем все меньше и меньше остается живых свидетелей этой трагедии и этого подвига. Я заверяю вас, уважаемые ветераны, мы все будем делать для того, чтобы ваш подвиг оставался в веках. Чтобы сохранить память, в регионе не только дают новую жизнь мемориальным местам, но и возводят совершенно новые, уникальные музеи. Александр Дрозденко после митинга посетил выставочный павильон «Прорыв». Здание построили в срок, остались небольшие штрихи во внешнем благоустройстве, а вот что будет из себя представлять 3D-экспозиция внутри, стало понятно только сегодня. Люк открыт, мы как говорили, что туда можно будет залог. Или нет? Мы не будем его делать. Посмотрим, если получится. Макет лишь уменьшенная копия того, что планируют авторы проекта устроить в этих стенах. И падающие фашистские самолеты, окопы и блиндажи, и фигуры солдат, лица которых будут повторять реальных бойцов, защищавших ленинградские рубежи. Из-за масштабности проекта и его трех уровней пришлось даже вносить изменения, добавить металлических конструкций. Как подтверждение подлинности реконструкции, директор музея вручил губернатору гильзу от 45-мм орудия с землей с Невского пятачка. У нас задача все сделать максимально правдиво. И действительно, они даже подбирают такие элементы, как гильзы. Это не просто должны быть гильзы, это должны быть гильзы, которые найдены во время боев. Не просто орудия, а вот вы как только что слышали, это именно то орудие, которое здесь, значит, на одном из рубежей обороны использовалось, Красная армия и так далее. Сегодня уже очевидно, авторы трехмерного проекта не успеют к запланированным датам. Слишком кропотливая работа. Торопиться, заметил Александр Дрозденко, нельзя. Но к 9 мая заверил губернатор, новый уникальный объект распахнет свои двери для посетителей. Марина Челапко, Кирилл Титов, Вадим Корниенков. Последнее известие. Кировский район.